Добрый день, уважаемые коллеги! Мне сегодня попросили осветить адъювантную химиотерапию и в основном сосредоточиться на вопросе, сможем ли мы каким-то образом уйти от системы ТНМ в назначении адъюванта. Для начала, куда же мы от неё уйдём? Кроме того, критерием для назначения адъювантной химиотерапии, разумеется, считается результаты гистологического исследования после хирургического лечения. И кому точно мы не будем ничего давать? Мы все прекрасно знаем, это самое простое. Это первая стадия заболевания, когда назначение адъюванта не требуется. Кому однозначно требуется назначение адъюванта? Это поражение регионарных лимфатических узлов. И здесь фокус в основном на деэскалацию режима в зависимости от наличия дополнительных факторов риска. Для начала остановимся на третьей стадии колоректального рака. Вопросу деэскалации адъюванта посвящено большое количество исследований. Исследуется это достаточно давно. И всем известно исследование по продолжительности адъювантной химиотерапии для третьей стадии колоректального рака, когда пытались сравнить, кому же мы можем дать 3 месяца кселокса вместо 6 месяцев, и можем ли мы доэскалировать вместо 6 месяцев фуллфокса, дать опять же 3 месяца. Были опубликованы давно, в 2020 году, обновленные результаты исследования IDIA, которое в 2018 году прогремело на весь онкологический мир. Это было огромное исследование по сравнению с 6 рандомизированных исследований, посвященных адъюванту при раке ободочной кишки. И обновленные исследования показали результаты фуллуапа 72 месяцев и показали результаты пятилетней общей выживаемости. При этом, как всем известно, не удалось получить никаких статистически значимых различий в общей выживаемости в группе 3 месяцев кселокса против 6 месяцев кселокса с P равным 0,03, и при этом не получилось таких же результатов для фуллфокса. Поэтому на данный момент мы по-прежнему говорим, что да, мы можем заменить полгода кселокса, доэскалировав до 3 месяцев, но для фуллфокса это, к сожалению, невозможная история. Кому мы однозначно должны сделать полгода лечения? Это пациентам с Н2, либо с сочетанием Т4 и Н1. Хотелось бы отдельно остановиться на микроэстелитно-нестабильных пациентов с третьей стадии колоректального рака. Мы должны понимать, что при ранних стадиях и микроэстелитной нестабильности принципиально у пациентов имеется хороший прогноз заболевания, но он перестаёт быть таковым при реализации Н2. То есть, когда большое количество лимфатических узлов поражено, мы уже должны понимать, что реализовался негативный сценарий даже при микроэстелитно-нестабильной опухоли. Принципиально в монорежиме, в адюванте, при наличии микроэстелитной нестабильности не работают второперимедины. И для этой группы больных нам принципиально важно сочетание оксалиплотина и второперимединов. То есть, в этой ситуации мы не можем заменить 3 месяца кселокса полугодом лечения второперимединами в монорежиме. Нам при микроэстелитной нестабильности обязательно требуется назначение оксалиплотина. Переходя, кидая мостик между второй и третьей стадии заболевания, хотелось сказать про большой систематический метаанализ, который на основании огромного количества данных, больше 15 тысяч больных со второй стадии, 18 тысяч больных с третьей стадии заболевания, доказал прогностическое влияние классических подморфологических параметров, таких как стадия Т, Н, дифференцировка количества исследованных лимфатических узлов, статус микроэстелитной нестабильности и наличие экстренного хирургического вмешательства. При этом мы точно знаем, что пациенты получают выигрыш от адювантного лечения при третьей стадии, а вот при второй стадии всё не так очевидно. И скорее данные по эффективности для второй стадии заболевания от адюванта мы в основном транслируем из замечательных успехов третьей стадии. При этом при второй стадии заболевания нужно понимать, а для кого именно будет выигрыш максимальный от назначения адюванта, а кто получит лишнюю токсичную химиотерапию, которая никоим образом не скажется на результатах безрецидивной или общей выживаемости. Всем известно старое исследование мозаик, которое показывало результаты безрецидивной и общей выживаемости у пациентов с высоким риском второй стадии колоректального рака, которое показало хороший выигрыш в безрецидивной выживаемости и небольшой, но всё-таки статистически значимый выигрыш в общей выживаемости. В наших практических рекомендациях для первой-третьей стадии, сосредоточусь на принципиально второй стадии, мы делим вторую стадию на группу высокого риска. Это пациенты с Т4-критерием или же с Т3, но наличием факторов риска. При этом хотелось отметить, что в большой работе по сравнению Т4 против Т3 с наличием факторов риска было показано, что… Да, всем известно, что Т4 – это однозначно неблагоприятный прогноз, но при Т3 и наличием двух и более факторов риска прогноз такой же, собственно, как и при Т4-Н0М0. Если останавливаться прицельно на второй стадии, всё зависит в основном определение нашей тактики лечения от дополнительного фактора, такого как наличие микроэстрелитной нестабильности. То есть принципиально мы должны в группе пациентов с факторами риска и Т3 – понимать, есть ли у пациента микроэстрелитная нестабильность для того, чтобы в дальнейшем назначать или не назначать адювантное лечение. В исследовании, посвящённому, собственно, анализу степени риска при микроэстрелитно-нестабильных опухолях при второй стадии колоректального рака, было включено 9634 пациента, и они принципиально были разделены на три группы – с одним фактором риска, с двумя и более, и низкий риск, у которых не было никаких факторов риска. При этом получили достаточно интересные результаты, что ни низкая степень дифференцировки, ни лимфоваскулярная инвазия не имели никакого негативного прогностического значения. Скорее всего, за счёт того, что это не столько дополнительные факторы неблагоприятного прогноза, а скорее и есть молекулярная характеристика опухолей с микроэстрелитной нестабильностью. Именно их низкая дифференцировка и лимфоваскулярный вал вокруг опухоли. При этом все остальные известные факторы риска, такие как исследование меньше 12 лимфатических узлов, стадия Т4, то есть прорастание лисероза или соседних структур, положительный край резекции или переневральная инвазия, достоверно имели негативное прогностическое значение. Таким образом, при наличии микроэстрелитной нестабильности и наличии одного фактора риска, если это не низкая степень дифференцировки и лимфоваскулярный инвазия, нам всё-таки имеет смысл назначать адювантное лечение. При этом, как я уже говорила, это адювантное лечение обязательно должно включать, помимо фторпиомидинов, оксалиплатин. Для того, чтобы сосредоточиться на дополнительных факторах, которые могут нам подсказать, нужна адювантная химиотерапия или нет, нашла вот такое исследование. Оно 2019 года. Исследователи пытались найти какие-то дополнительные прогностические признаки для назначения адюванта. И при этом HER2-позитивность определялась как прогностический фактор для второй стадии колоректального рака. В исследовании были сделаны такие выводы. Это китайское исследование, китайская работа. Все пациенты с высоким уровнем HER2, то есть 2+, подтверждённые, фиш или сиш, или HER2-3+, которым проводилась адювантная химиотерапия, имели лучшую общую выживаемость и безрецидивную выживаемость по сравнению с группой больных, которые адюванты не получали. При этом пятилетняя общая выживаемость составила 100% против 69%. Эти различия были статистически значимы. И напротив, у пациентов с низким уровнем HER2, то есть HER2-отрицательные, проведение адюванта не давало ничего и в некоторых подгруппах было даже хуже по сравнению с больными, которые адювант не получили. При этом стоит оговориться, что это было справедливо только для пациентов, у которых не было микроэкстритной нестабильности в сочетании с HER2-позитивностью. Авторы пришли к выводу о том, что HER2 – интересный прогностический фактор, но, тем не менее, в реальную клиническую практику это пока никоим образом не транслируется. Дополнительно хочется рассказать об особенностях проведения адюванта у пациентов старше возрастной группы, старше 70 лет. Принципиально мы должны понимать, что вне зависимости от возраста пациенты выигрывают от проведения адювантного лечения при третьей стадии колоректального рака. Это однозначно известно. Это исследование старенькое, оно 2012 года, анализирует 4 базы данных, при этом везде, в каждой подгруппе было показано преимущество адюванта по сравнению с неназначением адювантной химиотерапии. Дискутабельный вопрос – это добавление оксалиплотина к адювантному лечению. В той же самой работе был проведен анализ, что давало добавление оксалиплотина. При этом в группе возрастных пациентов не было значимого различия ни в общей, ни в безрецидивной выживаемости при добавлении оксалиплотина, что позволило авторам сделать вывод, что, возможно, в группе возрастных больных старше 75-ти добавление адювантно-оксалиплотина не требуется. Аналогичным образом в анализе подгруппы исследования мозаик, где было включено 315 пациентов в возрасте от 70 до 75 лет с раком толстой кишки 2-3 стадии, также они не получили никакой пользы от добавления оксалиплотина. При этом отношение рисков было 1,1. На данный момент проводится большое количество исследований, которые направлены на то, чтобы найти какие-то дополнительные критерии, по которым можно попробовать назначить или, скорее, найти причину не назначить адювантное лечение при раке ободочной кишки 2-3 стадии. Один из таких вариантов – это проведение мультигенных анализов, когда пытаются на основании генетического варианта и наличия мутаций определить при уже известных дополнительных факторах риска ТНМ, разделить пациентов на подгруппы по факторам риска. Исследования с 2016 года пациентов удалось разделить в зависимости от наличия мутации в 12 генах на группу высокого промежуточного и низкого риска. При этом различия были статистически значимы, но пока тест не зарегистрирован. То же самое касается теста Coloprint, который направлен на прогнозирование рисков прогрессирования при второй стадии колоректального рака. удалось показать независимое прогностическое значение теста Coloprint по сравнению с любыми другими известными факторами риска для прогнозирования общей выживаемости и безрецидивной выживаемости. Интересный вариант предлагают нам в связи с иммуноскором. Подсчет иммуноскор. Иммуноскор – это плотность CD3 и CD8 иммунных клеток, которые определяются в заранее определенных областях опухолевого образца послеоперационного. При этом чем выше индекс иммуноскор, тем ниже риск рецидива. Трехлетняя безрецидивная выживаемость составила 76% для пациентов с высоким уровнем иммуноскор. То есть чем индекс иммуноскор выше, тем риск рецидива был ниже. Высокий иммуноскор в этом исследовании коррелировал с увеличением общей выживаемости и безрецидивной выживаемости. При этом был проведен анализ, как был индекс иммуноскора связан с проведением адювантного лечения. И авторы пришли к выводу, что пользу от адюванта получали все больные, у которых был высокий индекс иммуноскор вне зависимости от степени риска. Самая, пожалуй, на данный момент интересная тема – это как развивается циркулирующая опухлевая ДНК в плане прогноза и в плане определения минимального резидуального заболевания. В 2022 году на АСКО были опубликованы результаты исследования «Динамик», идеей которого было рандомизировать больных на принятие решения об назначении или не назначении адювантного лечения в зависимости от наличия циркулирующей опухолевой ДНК после проведения хирургического лечения. Были собраны образцы плазмы через 4 и 7 недель после операции. При этом дальше пациенты рандомизировались на два рукава. Первая группа получала лечение в зависимости от того, нашли циркулирующую ДНК или не нашли. То есть если ДНК было отрицательное, то пациенту предлагалось динамическое наблюдение. Если ДНК был положительным, то пациентам проводилось адювантное лечение. Или же группа стандартного лечения, в котором проведение адювантной химиотерапии было оставлено на усмотрение лечащего врача, то есть в зависимости от действующей рутинно-клинической практики. При этом результаты были интересными. В группе с циркулирующей опухолевой ДНК лечение назначалось гораздо реже, в 15% назначалась адювантная химиотерапия, чем в группе стандартного подхода – 28%. При этом не удалось достичь значимых различий в безрецидивной выживаемости. На графике представлено отсутствие различий в двухлетней безрецидивной выживаемости – 93,5% против 92,4%. Подобное исследование мы попытались провести в онкологическом научном центре. Мы также проводили забор циркулирующей крови на определение циркулирующей опухолевой ДНК у пациентов с колоректальным раком с локализованными стадиями для попытки определения минимального резидуального заболевания. При этом в нашей работе циркулирующая опухолевая ДНК после операции определялась у 38% больных, и при проведении однофакторного анализа на выживаемость без признаков болезни влияли, как и у всех остальных исследователей, стадии заболевания – индекс Т, Н, и наличие циркулирующей опухолевой ДНК до и после операции. При этом при проведении многофакторного анализа положительная ДНК после операции являлась независимым предиктором прогрессирования для локализованных стадий заболевания. При этом отношение рисков составило 21,07%. Интереснее всего смотреть на выживаемость без признаков болезни в зависимости от наличия ЦДНК при второй стадии колоректального рака. При этом нам также удалось подтвердить, что наличие ЦДНК после операции являлось независимым предиктором прогрессирования при второй стадии колоректального рака. последний слайд. Нам удалось посчитать, что эффективность адъювантного лечения в зависимости от ЦДНК никоим образом проведение адъювантного лечения не влияло на прогноз пациентов. То есть при отрицательной ЦДНК не было выявлено улучшение выживаемости без признаков болезни при проведении адъюванта. И в обеих группах медиана выживаемости без прогрессирования не была достигнута. При этом при положительной ЦДНК также не было обнаружено статистически значимого различия. Из чего мы смогли сделать выводы, что при второй стадии заболевания при отрицательной ЦДНК в 100% случаев пациенты не имеют прогрессирования заболевания вне зависимости от проведения адъюванта. И, возможно, при отрицательной ЦДНК мы также подтверждаем, что проведение адъюванта этим пациентам и не нужно. На данный момент ни мультигенные анализы, ни иммуноскор, ни ЦДНК, НССН не рекомендует к рутинному использованию. Но будем надеяться.